Радио Филадельфия 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 В этом году мы решили, что мы в этом году в Украине, в Украине и в Украине. Но я понимаю, что в России я не снял в шерфе, я не могу больше в бизнесе, Я не могу больше в бизнесе, но за наиболее сейчас я не сплю в твоих странах, когда я сплю в конец, мне не помню, что мне не осталось в развитии, не только музыка или имя, но и еще домой, мне нужно много в том, А я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что мне нравится. Я не знаю, потому что я хочу, чтобы я занимаюсь с друзьями. Я хочу, чтобы я занимаюсь с друзьями. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 В Америке, в Европе, везде. То есть это авторские права. Сейчас очень много реформ проводится по этим вопросам в нашей стране, чтобы максимально сделать так, чтобы люди искусства могли тоже получать дивиденды непосредственно. Не чтобы быть привязана только к, скажем, нас по свадьбам и какие-то мероприятия. Да, вот здесь сразу возникает такой вопрос. Они воспитанные, скажем, комсомольской правдой, газетной правдой, известными, относились ко всему новому, непонятному, во всяком случае, с какой-то опаской. Значит, возникает такой вопрос, что чтобы ты на эту неизведанную тропу, неизведанный путь вступил, у тебя должна была быть поддержка. А вот кто была поддержка? Имеется в виду рядом, я не знаю, родственники, родители, друзья? Ну, я не могу сказать, что я был один, но одновременно я был и один, потому что как раз-таки вы все правильно подметили, то, что вообще вот это направление, оно немножечко из-за того, что было новое и какое-то, так скажем, вызывающее в глазах консервативных людей. Там, вот, допустим, мои дяди или родственники, и вообще больше тот другой контингент, конечно же, для него это все было в новую. То есть, и я одновременно был и один, но я знаю, что как бы меня мама в любом случае всегда, конечно, поддерживала, но может быть, ну, как мать, она все матери хотят для детей всего самого лучшего. Там она, как и всей матери хотела, чтобы отучиться в будущее стопроцентное, как бы она, ну, может быть, не видела то, что вот я видел и чувствовала. Ну, в смысле неправильно сказать, что не видела, она как мать, я опять же повторяюсь, там для нее самое главное лучше, чтобы учился, стал человеком. Вот, опять же, мышление, да, такое, стереотип в принципе. Вот, но это все она из-за того, что я хотела лучше, опять же, повторяюсь. Но я верил, наверное, по-другому, и одновременно я на ваш вопрос, я вот был один и не один, вот, так скажем. Но мама всегда все равно верила, и у меня была вера, вот, что спасло. Вот такое, не знаю, я словами это описать не смогу, вам чувство это, когда ты вот веришь бескорыстно вот своей мечте и идешь к своей мечте. Ну, тогда ведь уже был Аль-Вакиль, Радиус 21 и Шахрух уже этот параллельно. Да, кстати, да, Шахрух очень сильно гремел, тоже очень круто. Вообще, ну, уже... Спокойный этот Радиус 21 там. Ну, да, это, конечно, король хип-хопа, я считаю. Радиус 21 это тот человек, который бесценный просто вклад внес в это. Я не знаю, насколько у меня факты достоверные, но мне кажется, что Равшан Салихов вам тоже помог, ведь он спокойно с Равшан Юлдашевым вас свел, если я не ошибаюсь, с Торона Рекордс, да, ведь? Первые какие-то эти. Не, меня вообще... Я как попал в Торону, ну, было прослушивание по всему Узбекистану, вот как раз-таки из-за проекта «Любимец публики» как-то был у нас рэп-фестиваль. И из этого рэп-фестиваля, на этом, то есть рэп-фестивале присутствовали стороны, там люди, и они, когда мы выступали, назвали несколько групп, в том числе и меня. Мы поехали в Ташкент, проходили там вот эти дальнейшие прослушивания. И вот так я попал к Равшануке, в царство небеса. Благодаря этим людям, да, благодаря вообще общей команде Тороне, да, я это никогда, в принципе... Ну, я думаю, Торона Рекордс открыла первую дверь. Ну, если последние две двери. Ну, да, что есть, то есть, да, конечно, я безгранично благодарен этим людям за их вклад. Вот, тут, ну, это... Кемик, кемик только за их вклад в фильме «Ёдгор образы». Да, вот и по сей день продолжаем как-то, стараемся. Где-то отступаем, но ненадолго. Но мы все равно боремся. Мне очень нравится ваш клип «Мана Сенге Уши Кайф». Он был где-то около трех минут. И «Манги Биттанар Сасио Кады» там столько знаменитостей, хоть вы молодой, еще тогда не очень были раскручены. Если не ошибаюсь, там «Отабек» сыграл, «Хайрула Садиев» был и «Нозем Толахуджаев». Как вы вообще, кто спонсировал это? Такой дорогой проект. Они ведь «Озыки и маньяк» на моем клипе. Нет, я в то время уже у меня первый альбом у меня вышел, но я в этом фильме не участвовал, то есть не снимался, но продюсировали фильм наша компания, как бы «Шарк Синема». Это «Торона Медиа», киностудия «Шарк Синема». И тогда была идея сделать саундтрек на этот фильм. И мы сделали это. Таким образом, я попал в этот фильм, да. Какой-то принял участие. Ага, вот так получилось. Понятно. А я одну вещь скажу, я просто не то, чтобы я забыл, но я это просто хочу сказать, подчеркнуть, что когда говорят, вы сказали о консервативных, я себя, наверное, уже считаю консервативным, но тем не менее, новое было это все. Я вот помню там по телевизору, еще когда я жил в Узбекистане, я помню с дредами там мальчик такой небольшого худенького ступора. Ну, думаешь, да, вот и дети, когда твои слушают, ну, наверное, новое веяние какое-то. То есть вот как в свое время, в далекой молодости, мы там заслушивались записями там на Битлов, там, я не знаю, вот так, Криденс, я помню все, только пластинка выходила, бежали, тогда магнитофоны, кстати, все были. Суть. Я хочу сказать одну вещь, что, видимо, ну, я не специалист, я не специалист музыки, не музыкальный критик, но вот когда я приехал, я вам скажу так, я когда приехал уже в Америку, я здесь давно живу, и вот мне попалась запись, тогда я, кстати, просто хочу всем вам сказать, что Ютуба не было, Фейсбука не было, когда я приехал в Америку, имеется в виду, и вот попалась вот эта MP3-шка, MP3-файл, мне попалась ваша песня «Латан». Вот я ее, знаете, дай бог не соврать, ну, в день один раз слушал, в машине там, на работе, но это, это тоже рэп-развитие. Ну да, истоки рэпа, да, там более, оно, конечно, в мягкой форме, конечно, но это проявление любви, к родине, естественно, нужно все это как-то мягко, но там все равно чувствуется драйв, это хип-хоп, это да. Она как-то же, мне, как мне кажется, вот эта песня, как бы, что время, это я про свое субъективное мнение, она как-то все-таки выпадает из общепринятого понимания, что ли, рэпа, описания рэпа. Не, просто, может быть, там импрессии больше-меньше, музыка как-то мягче оформлена, пока, ну, чтобы, естественно, не было, не звучало торгающе. Вот, наверное, за счет этого как-то воспринимается еще и тема, то есть, ну, самосоставляющая песня себя, что про родину, все-таки там по-другому, чувство, энергия просто ощущается, наверное, по-другому. И, по моему, так сказать, пониманию, зная реалии узбекционных, тех лет, не только я так подумал, я так понял, о каком-то большом концепте вы с этой песней выступили. Вы лежите, бустаки лейк там. да, я после этой песни я попал, да, сразу же, кстати, вот для меня, что было большое честью, конечно же, вот, сразу на День независимости, большой праздник, попасть, выступить с этой песней. Было такое, да. Да, да. Такое, вы до сих пор, я не то, что хочу хвастаться, до сих пор, по сей день, в истории хип-хоп, вот, то есть, в то время, знаете, было сложно вообще, с этой музыкой, вообще на сцену какую-то, ходить. А так получилось, ну, хочу поблагодарить, конечно, опять же, много всех тех, кто верили в меня, верят до сих пор, меня, я не знаю, что я, это, что я, это, Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, да, да. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, да. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, 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 да. Да, да. Да, 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 да. есть ли, ну, возможно, есть ли что-то, когда ты здесь живёшь, и вот ты хотел бы что-то, что здесь тебе понравилось, например, нельзя внедрить, может быть, не то слово, а чтобы это тоже было бы в Узбекистане, но вот чего-то там не хватает, или наоборот? Ну, знаете, в жизни всегда всё вообще построено и сделано так, что у кого-то где-то как-то, что все друг с другом заимствовали в принципе, и усовершенствовались, там у кого-то где-то меньше солнца, но больше, так скажем, тени. Комфорта. Да, вот, но главное делиться этим, всё правильно делать, всё во благо, быть дающим, нежели чем берущим. Ну, в принципе, иногда невозможно тоже всегда давать, нужно иногда брать тоже, так что всё сохранять в балансе. естественно, то, что есть у нас, не взыскать тут, что есть тут, ну, в принципе, можно сделать и у нас, и что и делается, но для этого нужно будет время, опять же, время, оно очень драгоценное, так что, ну, что, посмотрим, поживём и увидим, поживём и увидим. есть у нас такие вопросы, ну, стандартные, да, которые когда-то давным-давно один раз прозвучали, потом стали их всем задавать, ну, наверное, давай скажем так, что понравится молодёжи, наверное, неправильно, давайте скажем, современной, современной аудитории, что понравится, условно говоря. Всегда этот вопрос начинается такой, вот ты в какой школе учился? Ты учился, родился в Самаркаде, ты в Самаркаде школу заканчиваешь? Нет, в Питере. Не-не, я заканчивал школу в Самаркаде, да, я заканчивал... В Питере ведь была школа? Я учился, я период был, когда я жил, мы жили с мамой в Питере, там, с братьями, ну, я учился там год или два, два года учился в Питере, а потом приехал снова в Самаркад, последние классы отучился в своей первой школе, когда я вообще в первый класс ходил, в 45-ю школу в Самаркаде. Вот, исходя из этого, вот какой-то предмет в школе, который никогда тебе в жизни пригодился? Обычно у нас музыканты говорят музыканты. Не, не, ну, конечно же, школа, она и школа жизни, вообще, она мне самым главным предметом научила, вот в школе нужно вот выживание, знаете. А, вот так. Да, предмет выживания, вот тут там, оно многому меня научило, так скажем, и это среда, чтобы, чтобы была там, я, школа моя самая, была, на тот момент была там, где я мог и укрыться, одновременно я, благодаря этой школе я, вообще, так получилось в моей жизни, что школа неимоверную роль сыграла в моей жизни, так что по сей день вообще, и это вообще круто, то, что я вообще в этой школе был, эти люди, что в этой школе, не все, но... В основном, да? В основном, да, все четко, крутую роль сыграли в своей жизни. Есть еще такой вопрос из-за той же серии, как я говорил, да, вот. Какой ты друг? Как ты думаешь, вот, как ты себя оцениваешь? Ты бы хотел, чтобы у тебя был друг такой, как шахрёр? В принципе, да, конечно. Да, у меня, ну, у меня есть друг, слава богу. слава Всевышнему. Я могу ему всегда доверять. Есть? Это восьмое чудо света. Вот так. Близко друг. Да. я так этого родного человека называю. Моё, восьмое чудо света. и я понял. А если исходить, ну, о дружбе можно говорить, ты можешь себя описать одним словом? Ты какой? непредсказуемый, непредсказуемый, я думаю. Непредсказуемый. Ну, наверное, не знаю, наверное, ну, наверное, да, круто. Я, ну, не знаю, не знаю, правильно будет ли о себе так, конечно. отклик на себе такой давать, но давайте так скажем добрый. Даже хорошо. Дорогие друзья, у него есть песня, ведь? Да. У него есть песня Шах Кайтуйя, где он так говорит. Шах Кайтуйя, Интебьякетолеер, минисм шахриер, Узымгахон, Узымгебей, Хамустос, Я вот помню. Да, да, там есть. Узымгахон, вот он сам уже говорит, Я вот сейчас, да, в отдельном плейлисте я собрал то, что у нас уже где-то, наверное, месяц идет в нашем эфире, крутится в нашем эфире песня Шах Кайтуйя, она тут есть, я обещаю, после того, как я прервал песню «Астабульма», я думаю, потом мы ее и поставим. Шах Рио у нас в эфире, дорогие друзья, Шах Рио, большое спасибо, я понимаю, что это моя вина, как-то у нас так можно было бы, конечно, долго еще говорить, но в Чикаго рабочий день, еще, наверное, там ждут какие-то дела, ждут сотрудники, звонки, которые нужно отвечать, человек, просто в первом часу нашего эфира сегодняшем мы говорили о том, что многие, оказывается, кто приезжает из Узбекистана, успешные, нет, неправильное слово, которые имеют там успешный бизнес, очень удивляют, когда сюда приезжают, а оказывается, здесь нужно чуть ли не по 20 часов в сутки вкалывать владельцам бизнесов, это их очень, знаешь, как-то удивляет, и они по мере возможности стараются уехать обратно, правильно, да, вот такое было? Да, я был, Шах Рио, когда в Татар-Сунге был так лет не отворен, мы были в Узбекистане, 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 потому что, когда езд武, с Китай, не было слишком много не было, мы были в Узбекистане, которые были в Узбекистане, мы были в Узбекистане, могли доставить деньги. всегда, IF И aucun М half с боком, конечно, всех ंâu контактов, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...